Ну шо рэпер, начинается наш наказатель первый день Лана, готов разъебывать? Да Блять, и сидит мордой в пол, блять Сука, блять Давай быстрее, блять, тебе рэк Или нас будут сексом трахать сегодня Ну, может и так Всем привет, ребят, с вами Warhammer Что же, на позапрошлой неделе, ну для вас позапрошлой, по крайней мере Не было от меня почти видосов И в принципе, не было никакой информации, почему их не было Знал только об этом Дэн Ну и то, мне писал в группе, ну в принципе, я и не просил об этом Что же, почему меня не было? Название видео вы уже прочитали Я был в этот момент на Лане в Брянске Да, для меня это было в принципе самому неожиданно, что я поехал туда И причем, как это решалось, тоже было очень интересно Да, также хочу сказать сразу, что может быть я где-то буду договариваться И как-то непонятно говорить Потому что сейчас пол седьмого утра И как бы да, не лучшее время, наверное, для записи этого видео Но все же, изначально, конечно же, я хотел сделать видео в другом формате В более интересном формате А не в таком, каком приходится делать Из-за того, что просто не хватает материала Банально нету почти записи игр с турнира То есть есть записи с одного дня, когда у нас все-таки стримились эти самые игры Ладно, начнем по порядку вообще, как это произошло И как я до такого дошел, что аж уехал в Брянск на Лан Итак, пятница, вечер, я еду домой после работы И мне пишет мой друг Мы его называем Карликом Вот, что, мол, приезжай к нам в Брянск Тут приезжает рэпер, также мой друг И по совместительству тиммейт, как и Карлик Вот, болеешь там, посмотришь за нас и тому подобное Ну, соответственно, приехать просто и посмотреть, как ребята играют Да, мы с ними особо не виделись С рэпером я очень давно виделся С Карликом вообще не виделся Ну, все равно меня никак не питала эта идея ехать, тратить деньги на поездку Но через 30 минут мне уже Карлик пишет, что, мол, мы можем тебе подыскать какую-то команду Тут я уже зажегся этой идеей Потому что теперь я поеду не просто так, а еще смогу поиграть в какой-то команде Забегать вперед в нашей как раз-таки команде И, соответственно, я тут же согласился, потому что почему нет Лан у меня был единственный в Москве в 2016 году И тогда он прошел для нас очень быстро, для нашей команды Если вы хотите более подробно узнать И, может быть, я тебе рассказывал более подробно Есть видео на канале про мою киберспортивную, так сказать, жизнь Ссылка на это видео находится в описании Ну, грубо говоря, мы там сыграли со счетом 0.2 То есть две карты сыграли и вылетели Вот, тут же ситуация немного другая была Ну, хотелось посмотреть, как все-таки в этот раз сыграем Но надо все-таки отметить то, что я в этот момент не играл уже как неделю в Counter-Strike Что очень плохо на самом деле Потому что я понимал, что я просто буду неподготовлен к этому Ну и, в принципе, у нас команда даже собралась Вот в ту же пятницу Буквально мы сыграли три игры вместе И все это, все, что мы сыграли до самого турнира Ну и начинается наша, в принципе, поездка Сначала мне надо было встретить рэпера Потому что из Нижнего Новгорода Дум, в принципе, и приехал Поезда в Брянск напрямую не идут Только с пересадкой в Москве Соответственно, мне надо было его сначала встретить И забрать Потому что поезд у нас был только утром в понедельник Вот, так же, так же Пока еще не началась цена часть Хотел бы еще поблагодарить человека Который нам, в принципе, помог с рэпером обустроиться в городе Это Роман Майерс Огромное ему еще раз спасибо Потому что он нам помог с жильем, с проездом А также помог с компами в компьютерном клубе То есть мы могли приехать там чуть ли не в любой момент И спокойно сесть и играть там сколько нам нужно Вот, то есть огромное ему спасибо Если бы не он, у нас бы, скорее всего, ничего бы нормально не получилось Вот, собственно, приезжаем мы в понедельник утром в Брянск Нас встречают Карлик и Шема Также тиммейт И, соответственно, мы отправляемся в компьютерный клуб В котором будем играть LAN-турнир Чтобы скинуть вещи Потому что в данный момент у нас не была снята квартира Она была снята только со вторника И ночь мы должны были провести в гостинице С рэпером И ситуация, конечно же, следующая То, что мы перед поездом не спали Ну, рэпер там пока ехал в Москву Он спал, конечно же, в пласткарте Я-то нифига не спал Соответственно, наше состояние в 12 утра было не какущее почти Нам хотелось дико спать И мы думали изначально, что мы приедем Там заселимся и сразу же сможем поспать Но пришлось подождать какое-то время Романа После чего он нас отвез в гостиницу И мы уже там спокойно с рэпером начали отдыхать Звучало как-то странно, конечно Ну, ладно Надеюсь, они там ни о чем не подумали Вот Ну и Окей Перейдем теперь к турниру Это все-таки первая часть о том, как мы туда добрались Прошла Турнир Турнир проводился в рамках фестиваля Сейчас скажу У меня тут браслет лежит С этого фестиваля Фестиваль здорового образа жизни Ого Здоровый образ жизни и киберспорт Это прям Да, совместимые вещи Ну, ладно Нынешние киберспортсмены реально ведут здоровый образ жизни Вот Проходил он в несколько дней Соответственно Также был у нас взнос обязательно на этот турнир, чтобы поучаствовать Опять же Спасибо Роману Он заплатил за нашу команду этот взнос Призовой фонд на Counter-Strike распространялся 30 тысяч Первое место 20 тысяч Второе место 10 тысяч По командам К сожалению, команд было достаточно мало Всего приняло участие 7 команд Была команда изначально фаворит Это Приколясы Главные, так сказать, лайнеры Брянска Которые выиграют почти все турниры, если не все Могу ошибаться Но по Брянску вроде бы они самые жесткие Вот Ну и там были еще различные другие команды Была команда, которая просто там по фану ребята Просто залетели на турнир Отыграли в первый свой день 0-3 И в принципе больше не проходили Из-за того, что у нас было 7 команд У нас был тип проведения круговодства То есть каждая команда сыграет со всеми другими командами Изначально мы думали, что будет группа И нам конечно же в понедельник вечером было уже известно И первые 4 команды будут играть И мы в этот список конечно же не входили И мы думали, что все, сейчас у нас будет группа самая жесткая Потому что мы будем играть против главных фаворитов Ну конечно да, стоит отметить, что и мы Неплохо играли, но у нас все-таки сыгранности почти не было Я почти не играл в CS Ну короче множество моментов было Первый день во вторник мы пришли Посмотрели на своих оппонентов, которые в тот момент играли Тогда играли в принципе не самые жесткие команды То есть одна команда там совершила с счетом 3-0 Другая 0-3 и там соответственно 2-1 и 1-2 Вот, то есть первый день мы посмотрели Прикинули то, что ну да Сегодня играли такие простые команды Вот завтра в среду у нас будут как раз главные замесы Вообще до среды на самом деле было 6 команд зарегистрировано Вот к среде уже успел зарегистрироваться еще одна команда Итак, наступает среда Надеюсь я более-менее повествую нормально И да, более-менее я там вставлял какие-то фрагменты до турнира Вот, также в трансляции все игры просто вот Которые мы играли, которые стримились Ладно, немного отвлекся Среда Соответственно мы приходим Обустраиваемся И первая игра у нас должна была быть против как раз ребят Которые только-только залетели на турнир Также у нас присутствовала одна команда из первого дня И те самые приколясы Вот, первая игра Карта Инферно Ну и что же, у нас такие ожидания, что Ну по идее, кроме приколясов Тут никто не должен прям нас так жестко выносить Ну, спустя 20 минут Инферно Счет 3-10 Не в нашу пользу, естественно И мы играли за сторону защиты В этот момент я не могу тельтанул Потому что, знаете, сразу начинаются флешбеки Московского Лана Когда мы, грубо говоря, залетели на него И отлетели к ебеням за буквально там пару часов И тут тоже такой уже начинается небольшой момент Потому что ты понимаешь, что в теории Сейчас уже можно будет отлететь домой Но, но Все-таки мы за КТ забираем еще 2 раунда И с отсчетом 5-10 переходим за сторону террористов Берем пистолетку И начинаем активно камбетчить в игру Берем различные раунды Там был взят неплохой клатч раунд 1-2 Карликом Который, кстати, чуть не заруинил Но это уже отдельная история И по итогу Кое-как первую игру на Инферно Мы выиграли со счетом 16-14 После этого, естественно, у нас была дикая плюс мораль Потому что, ну, мы не отлетели все-таки Поскольку, ну Было не очень хорошо бы так в первом матче И не с приколясами еще отлететь Не очень Вторая игра была у нас против команды из первого дня 3x style Называлось вроде бы Там ничего сложного не было Был для нас стандартный мираж Который мы умеем спокойно играть все в пятером И без проблем его выигрываем с счетом 16-8 Ну и наступает Так сказать, игра просто Битва титанов Партизан против приколясов Что же Две команды Фавориты Ну и так же мы Не самые слабые, так сказать Напикали мы Карту оверпасс И что же Тут у нас Начинаются флешбеки Инферно Потому что Первую сторону Ну в этот раз мы были уже за террористов Мы просто Сливаем Ну Очень жестко И заканчиваем сторону Со счетом 4-11 То есть 4 раз за атаку Ну скажем так Это очень мало На оверпассе Можно брать Но Больше Но Будем честны Что мы тогда играли почти как микс И Как-то у нас Не было каких-то там Заготовок На оверпассе Самое печальное Что мы еще сливаем Пистолетку За КТ И соответственно Счет 12-4 На сек Мы сливаем Мы должны слить 13-4 И только потом У нас будет бай И пытаться Камбетчить Счетом 13-4 Ну достаточно сложно Но Происходит чудо И Мы забираем Полный экономический Сью спами По итогу Счет уже становится 12-5 И мы Начинаем Потихоньку Мать его Камбетчить И Блин На самом деле Сейчас Рассказывает И понимаю Что обидно Что нет записи Этих игр С первого дня Поскольку Их не стримили Ну я сам дебил Не писал демку Да Есть только момент И мы начинаем Естественно Камбетчить Там берем Неплохие такие Раунды И по итогу Выходим еще и вперед И Что же случается Счет 15-14 В нашу Естественно Пользу С противника Нету почти Никакой экономики И ожидаемый Раш Б Причем Я знал Что Они 100% Просто уже На похуй Выбегут на это Б Потому что Они до этого Пытались Несколько раз Как-то под гранаты Выти Но у них это Не получалось И их просто Мы тушили Без проблем Ну тут просто Парни с маг-10 Выбегают Ловят нас Вне позиции С гранатами в руках И по итогу Допы И Допы Причем Проходили они тоже В интересном формате Они были немного Ненастроены Поскольку Изначально Почему-то Мы должны были Играть 6 раундов За сторону Но благо Админ сказал Что нет Играем по 3 раунд За сторону И К сожалению На допах Мы все-таки Уступаем Ребятам Приколясам Но Хотя бы Мы им дали бой И Дошли до допов Конечно Могли выигрывать карту Но Немножко Не сложилось Также Еще стоит отметить Небольшой Такой момент Из первого дня Это то Что у нас Серваки Ну Естественно В компьютерной клубе Они были И При этом На первых двух играх Можно было Видеть людей Через смок То есть Ты мог просто смотреть В сторону смока И Если кто-то за ним есть Ты видела его на мини-карте И Из такого Честной Мы С Командой Выпадали Потому что Ну типа Что это вообще За хренит Тень То есть Ну Такого в принципе Не должно быть Но по итогу Мы этой фигней Пользовались Противники Пользовались Но благо Этого не было Уже на последних Играх Что же Первый наш день Заканчивается Счетом 2-1 В принципе Неплохо Сыграли Приколясы Также сыграли 2-1 По счету Они уступили На дасте Втором как раз Ребятам Которым Которых мы тоже Чуть ли не отлетели На инферно Вот И уже переходим Во второй день Это уже был четверг Мы должны были Доиграть Со всеми Оставшимися командами Ну по идее Мы должны были С тремя играми Играть командами Но так как Я уже изначально За спойлером Что команда Которая сыграла 0-3 Не пришла То соответственно Нам уже Плюс Одна победа И оставалось Сыграть только С двумя командами Одну команду Не вспомню А нет СПЛ Вроде бы Назывались И вторая команда 4 Анкерс Пласс Кожель Ну короче 4 якоря Плюс кожель Вот С этими Двумя командами Мы без проблем Сыграли на мираже Почти в одну калитку Все игры Также там Чуть ли не я не взял Клач 1 в 4 Немного Не портануло Ну и там Рэпер Да там Немного раскрутился В раунде Против якорей Как раз В 2 в 5 ситуации Рэпер Бесправлен Тилой тейс И забирает Раунд Нам в копилку Итог Мы заканчиваем С счетом 5-1 И соответственно Гарантированно Попадаем Уже В финал Пацаны молодцы Прут как надо Как танки Мурашим Мурашим Вот такое Мы зарежем Запикаем Но вряд ли По воле Такой у нас Я все запикаю Там все надо запикать Там просто все надо запикать Да Нет Пацанами горжусь Молодцы Имеют Практикуют Я думаю Финал будет наш Выграем По-любому Так что Пацаны давайте Заебись Продолжение следует Роман Ваши ощущения Когда команда вышла Влядь Замечательно Все Ждем финалиста В финале Надеемся Что Хоть что-то Сегодня Пацаны Пацаны Развалимые Прямо С счетом Дерзких Суновей Что творишь Потому что Вчерашние матчи Были посерьезнее Матчи были Финальные Достойные Финала Но Надеемся Что ребята Дима Покажут Что-нибудь Сейчас Очень интересный Матч Будет Конечно Это так же С ребятами Сашки Или фонт Морель Будет Кожи Что-нибудь Сомали Это будет Именно Интересный Матч Как они Покажут Будет Финаль Ждем Мы Любых Ребят Ждем Финал Покажут Покажут Хорошие Игра Все Приколясы Так же Без проблем Заканчивают Этот день И так же С счетом 5-1 Отправляются В финал Ну То есть Битва У нас Намечалась Неплохая У нас Был День отдыхов В пятницу Перед Самим Финалом Шо блять Вышли в финал Сидим с кислыми Ёблами Потому что Встали Нахуй Блять Пол Четвертого Блять Хотя Хотели Блять Два Встать Ну До холод Для нас Спали До девяти Не спали Идет Сегодня Выходной День Завтра Финал Вот Соответственно Сегодня Мы можем Поехать Куб Просто Потренировать Потому что Против нас Играет Ста Которые Всю жизнь Там Месте Че-то Бегают А мы Сыграли Вместе Две Игры Две Игры Фейс Это Перед Самим Ладно Блять Заебись Блять Приехали На лан Так сказать У нас Не были Небоянки Со Сталом Кто Поедет Кто Не Поедет Поэтому Не могли Тренироваться Просто Ну И мы Соответственно С командой Начинали Что-то Придумывать На картах Потому что По Пику Бану Мы Знали Что Наш Мираж Точно Будет Ферст Баном У нас Будет Ферст Баном Нюк Который Они Часто Играли На Фейс Тем Ну И Мы Предполагали Что Карта Которая Пикнут При колясо Это Будет Какой-нибудь Вертиго Тире Трейн Вот Плюс Мы Еще Пообщались С Одним Из Игроков В Пятницу Потому Что Он Работает В Компьютерном Клубе Помогает С Рываками Так Что Пообщались Немного Было Изначально Понятно Что Там Будет По Картам У нас Играться Вот Что Потренировались Подготовили Там Раунды На Дасте Втором Котором Мы Собирались Пикнуть Ну И Также Что Приготовили На Оверпассе Потому Что Ожидалось Что Будет Десайдер Карта Либо Инферно Либо Оверпасс Одно Из Эти Двух Вот К итогу Поиграли Немного Ну И Соответственно Все Пошли Спать И В Суботу Должны Уже Были Приехать Мы На Лан С Райпером Естественно В субботу Встаем Быстро Собираемся И Летим На Лан Еще За Два Часа До Игр Причем Лан Проходил У нас На самом Фестивале Как я Говорил У нас Мы Сидели В Шатре Специальном Благо На Улице Была Адекватная Температура Плюс Двадцать Естественно Холодно Не Было Но Конечно Шатер Соответственно Что Это Тренироваться Мы Никак С Рэпером Вообще Не Могли Что Для У нас Стало Минусом Вот Также Со Светом Были Первые Часы Проблемы До Июля Еще Когда Все Только Настраивали Ну И Такое У меня Небольшой Чит Был С того Что На Моем Компе Почему Криво Стояли Дривера От Нвидии Не Было Банально Возможно Настроить Себе Цветовую Интенсивность Потому Что Я Обычно С Сот К Виде Чтобы Прям Все Было Красочно Ну Это Такое Уже Большое Отступление Что Что Начинается Наконец И Игры Где Ближе К Четырем Часам А не В Три Как Планировалось И Так По Пикам Банам Я Уже Изначально Сказал Что У нас Было То У нас По Итогу Напикалось Первая Карта Да Второй От Нас Вторая Карта Это Был Вертига От Приколясов И Третья Карта Дисайдер Была Инферно Соответственно У нас Был Какой План Взять Свою Карту Да Второй Сыграть Кое Как Вертига Попытаться Там Навязать Какую Борьбу И На Кронях Уже Схлестнуться На Инферно Вот Что Ж Начинаем Наш Да Второй Честно Я сейчас Не Прям Не Вспомню Все Вкратце Как У нас Было К сожалению Также Стримов Уже Финала Не Было Потому Что Опять Ж Полная Локалка И Никак Б Стример Не Смог Б К Нам Зайти Вот Так Что Да Довольствуйтесь Тем Что Я Просто Говорю Ну И Кадрами С Этого Всего Действия Да Второй В Принципе Мы Более Менее Там Как То Начали Блин Даже Не Спонят За Сторон Защиты Да Мы Начали Там Отдали Какие-то Первые Раунды После Пистолетки Точнее После Первой Байраунды Но Потом Более Менее Разыгрались И Закончили За КТ С 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 Не Нашу Естественно Пользу Но Затеров Мы Начали Набирать Все-таки Уже Свои Раунды И По Итогу Дошли До Счета 14-12 В Нашу Пользу Если Я Правильно Помню И Тут Что-то У нас Произошло Либо 14-11 Даже Счет Мы Сливаем Раунд И Как Не Знаем Мы Что-ли Просто Все Сидели Уже Обосранные После Этого Потому Там Раунд Был Один Слит Вообще Просто Мега Повезло Чуваку Просто Савика Убить С ямы Сланга Наших Двух Типов В планте Одним Выстрелом Причем Так Случаем Все Совпало Вот Соответственно Буля Босра Написано Там Машна Время Игры Это Уже Отдельная Так История И По Итогу Мы Мудряемся Слить Свой Даст За счет 14 16 Хотя Мы Могли Его Спокойно Забирать Но Вот Немного Не Хватило И В этот Момент Ну Я Уже Как Минимум Сидел Боссерный Понимал То Что Ну Все Это Скорее 2 0 Не В Скорее Всего Знаю Что Нам Нужно Делать Вот Ну Что Поехала Вертига Мы Начинаем Что Пытаться Делать Затеров Потому Что Мы Старнули За Них И Что Получалось Что Нет Там Черлин Наш Пятый Тиммейт Не озвучил Пятого Тиммейта Взял Неплохой Клащ Раунд 1 В 3 Если Не Больше Вот То Ну Кое Как Мы Затеров Взяли Там 5 Раундов Это Действительно Было Кое Как За Сторону КТ У нас Все Пошло Там Мы Начали Потихоньку Камбэк Но Потом Отдали Раунд Потом У нас Еще Упал Сервак При Этом Мы Там Как То Непонятно Как Бэкап У нас Упал Сервак В этот Мент У нас За КТ Не Было Особо Денег Но После Этого Бэкап У нас Деньги Как Раз Таки Появились Потому Что Бэкап Как Такого Не Был И Просто Нам Все Начисли По 10 Тысяч Вот Там После Этого Краша Мы Взяли Один Раунд Но По Итогу Проиграли Да Конечно Офигенно Рассказывают Про Финал Сейчас Я Так Подумал Но Что Поделать Записи Нету Я Не Помню Что У нас Там Прям Вкратце Точнее Все Как Было Поэтому Рассказываю То Как Помню Итого Счетом Мы 0-2 Проигрываем Этот Бест Оф Три Финал К сожалению Хотели Мы Выиграть Его Конечно Но Не Фортануло Ну С Теми Данными Которые Мы Приезжали На Турнир То Что У нас Не Было Никакой Почти Сыгранности Максимум Три Игры На Фейсите В Пятницу С Плохого Результата Роман Нами Радовался Потому Что Все Таки Мы Дошли До Финала Эта Задача Была Минимум Для Меня И Рэпером Потому Что Просто Так Поехать На Лан Поиграть И потратить Кучи Денег Мы Не Хотели Потом Ехать Так Что Заработали По 2000 Налицо Но Конечно Да Нам С В одну Сторону Почти Отбилось Но Опять Спасибо Роме Майерсу Который Нам Помог Обустроиться В Брянске Как-то Так Прошел Этот Турнир И То Почему Меня Не Было Причем Самое Забавное Что После Турнира Мы Поехали Утром В воскресенье Соответственно На Гонке В Италии Я Почти Не Спал В Позе Может Что Покемарил Вот Так Тупо За счет Энергетиков Сидел И Притом Еще Неплохо Проехал Вот А ну Да Еще Забавный Момент У нас После Лана Была Еще Драка Благо Не Нашей Команды А Приколясов Там Был Момент Интересный В Группе Вконтакте Которые Организаторов Турнира Там Под постом Люди Начали Между Собой Выяснять Отношения Ну И Все Переросло Уже В Побоище В реале Это Из команд Там Вроде Ребята Из Трих Стайл Как раз Таки Зарубились С приколясами Уже В реале Вот Вроде бы Все рассказал Надеюсь Какие-то кадры Стайл Нормальные Вот Да Жаль Что нету Прям Игр И того Формата Какого я Изначально Хотел Но Имеем Что имеем Как-то так Хоть Вкратце Я рассказал Почему Меня не было Ну и в принципе Как оно Происходило Надеюсь То что Это Не последний Для нас Для нас Лан Но На самом деле После лана Я себе Задал вопрос Хочу ли я Продолжать Этим Заниматься Потому что Ну Полупрофессиональный Контерстрайк Я знаю Что да как Это И Как бы С одной стороны Хочется А с другой стороны Ты понимаешь Что для этого Нужно делать И как бы Думаешь А Нужно ли оно Тебе Вот Ну Всему свое время На этом все Ребят С вами был Вархаммер Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Надеюсь вам понравилась Данная история Надеюсь я Более менее Нормально рассказал Вот Всем пока И до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok